На площади Победы в 9 часов вечера начался настоящий праздник. Сюда прибыли парадные расчеты, войск Рязанского гарнизона и выстроились в ровные коробки. Вся репетиция полностью отражала события реального парада. Ни один момент не был упущен. От выноса знамени Победы до смотра строевых песен на площади Ленина. Здравствуйте, товарищи! Здравия желаю, товарищ полковник! Поздравляю вас 72-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! Ура! 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 Первыми в парадном строю на площадь вышла знаменная группа со знаменем Победы. Далее знаменная группа 10 фронтов Великой Отечественной войны. Восправляет знаменную группу сержант Алексей Криви. Это почетное право. Курсанты заслужили своим добросовестным отношением к службам. Один за другим парадные расчеты торжественным маршем выдвинулись в сторону площади Ленина. Первыми мимо Вечного огня прошли несколько коробок десантников. Отплощенные парадный расчет 137-го гвардейского парашютно-десантного рязанского ордена Красной звезды полка. Такая репетиция нужна для слаживания и подготовки войск рязанского гарнизона к параду. Чтобы абсолютно все 9 мая выглядело четко, красиво и достойно. По итогам после прохождения парадных расчетов все неточности обсуждались. Однако представители командования заявили, что в целом гарнизон подготовлен к параду отлично. Конечно, были замечания по проведению сегодняшней репетиции, но 9 мая войска рязанского территориального гарнизона выполнят все задачи, поставленные начальником рязанского территориального гарнизона генералом-майором Концевым Анатолием Георгиевичем. Новшество предстоящего парада в том, что в нем впервые примет участие отряд юно-армейского движения. Стоит сказать, реальный парад все-таки будет отличаться от репетиции. Представители рязанских войск облачатся в парадную форму одежды, на улицах города соберется еще больше людей, а на площади появятся ветераны, с которыми можно будет пообщаться.